и приветствую дамы и господа сегодня у нас очередной ролик по миру gta5 сегодня хочу затронуть ту тему а именно корпорации вообще как их создавать стоит создавать их выгодно ли создавать какая прибыль и том роде но перед началом ролика всем желаю приятного аппетита всем желаю приятного просмотра но мы погнали к ролику итак смотрите начнем корпорации где ее создать создавать ее нужно у мэрии это вот здесь вот приезжаете сначала создаете сообщество она стоит 1 миллион я выложу криншотик как правильно делать то есть создаете это сообщество потом там же вы выбираете либо создаете корпорацию либо создаете группировку в нашем случае мы создаем корпорацию то есть покупаем корпорацию все у нас выходит такая менюшечка меню корпорации нажимаем м меню корпорации у нас будет такие настройки то есть идем по пунктам информация то есть пишется когда вы создали хранилища это ваши деньги здесь будут для дневной людей потом члены корпорации это люди которые у вас будут работать перки это мы позже к ним перейдем карта эта карта с ресурсами и получается это где люди находятся можно смотреть то есть вот нахожу вся нажимаем галочку ресурсы у нас показывается ресурсы дальше заводы всего 5 заводов это потому перейдем к этому тоже транспорт и логи действий для всех людей давайте начнем с главного это настройки то есть изначально когда у вас будет вы пишете название все здесь в принципе ничего не нужно менять доходим ранги создаем свои ранги которые вы хотите создали все перейдем к заводу это основная функция этой корпорации заводы вам доступны будет 5 заводов из них нужно выбрать три завода то есть я вам советую чтобы это покупать первый завод который стоит 200 тысяч второй завод он стоит 300 или 400 тысяч не помню и вот третий завод где я нахожусь он стоит 300 тысяч эти стоит по 500 тысяч почему именно их смотрите получается это завод находится в этой территории то есть он расположен здесь и отсюда можно перевозить продукции сюда 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 то есть в этой области все покупают именно продукцию дальше почему именно первый завод это этот то есть он находится у нас вот здесь это самый дешевый завод он имеет четыре линии на всех остальных и это имеет три линии и опять же все ресурсы здесь находится вот здесь находится если мы откроем карту нажмем ресурсы то видите да и ресурсы находится вот здесь то есть поняли да прием дальше вообще стоит ли создавать корпорацию если вы играете на другом сервере или на третьем сервере и и здесь стоит создавать на первом сервере вообще не стоит создавать почему изначально игра на первом сервере мы создали корпорацию мы играли компанию наш там человек 15 было какой итог получили мы мы создали корпорацию прокачали все ее создали мы сначала на цветах работали работали в итоге прибыли толком мы не видели то есть мы и покупали и сами искали цветы эти но с онлайном как на первом сервере собрать вообще нереально то есть мы решили то что на первом сервере и корпорации заниматься это вообще не очень невыгодно цены на продукцию бешеные мы решили перейти на 3 сервак создать здесь корпорацию и здесь экономика еще более менее нормально то есть здесь можно как и покупать продукцию и из нее перерабатывать так и самим память потому что ресурсов очень много теперь перейдем к тому сколько как что зарабатывается смотрите то есть вы покупаете подходите к пи си у него покупаете завод у вас будет доступна линия если вы покупаете линию на стоит 200 тысяч такие линии нужно покупать я вам советую купить вот здесь вот теперь линии это горная обработка то есть камни на этом заводе купить три линии по деревообработке и дальнейшем когда вы уже это все равно прокачаете купить третий завод по металлообработке почему именно так смотрите у нас доступны ресурсы это камни и дерево то есть это основные ресурсы которые можно фармить то есть вы их армите у вас получаете камень и дерево мы заходим к линии производства допустим дерево да да мы получаем из дела мы получаем дляez ну стружку опилкой и дерево с обработанного дерева вот допустим у меня есть обработана дерево то есть у меня у допустим я из него то есть я его засунул из зиму и получая доску стружку опилки доски я продаю это все оставляю зачем нужны опилки и стружка это получается заходим чертежи допустим купить чертеж и находим обработку горной породы вот чтобы нам запустить арбалетовый блок это самая выгодная по продаже нажимаем на него для него нужны вот те самые стружки и опилки ну и цемент цемент я позже покажу из него мы получаем 10 арбалетового блока то есть арбалетовый блок мы заходим на продажу вот у меня доска стоит на продажу продать арбалетовый блок то есть за 10 70 тысяч в итоге получаем 700 но мы не будем продавать дает мало мы допустим возьмем 37 а уже до 75 тысяч или 31 то есть три раза прогнать за это вы получаете 2 миллиона то есть если вы запустите 3 линии арбалетового блока через 10 часов вы получите 2 миллиона нафармить получается 450 дерево это чтобы 3 линии запустить вам составит примерно часа 2-3 то есть за 2-3 часа работы вы получаете 2 миллиона почему бы нет правильно правильно так ладно перейдем дальше это я что вам объяснил по деревообработки как с него получается то есть вы еще фармите доски переходим в доски то есть так дорогого площадка продать ищем доски доска за одну доску нам дают 18000 но это мало мы берем вот 21000 фармим допустим 50 штук продаем получаем опять же миллион это уже получается с остатков идем дальше переходим к камню допустим вы запустили камень нужно 200 штук чтобы запустить одну линию то есть покупаем чертеж покупаем чертеж допустим горная порода вот он то есть из нее из камней нам нужно 2 чертук мы получаем азбест гипс клинер и метрическая руда запомнили эту фигню то есть что нам дальше нужно нам еще нужно для арбалетки то есть арбалетовый блок для этого если вы помните нам нужен цемент да а чтобы нам цемент запустить нам надо гипс и клинер вот он здесь и есть гипс и клинер то есть мы из этого получаем сюда тоже от этого кладем потом что нам нужно еще можно еще когда вас уже не будет хватать на получается арбалетовый блок вот это вот можно запустить кирпич на него да уходит больше цемента но на него нужен азбест азбест мы также получаем из-за этого то есть мы гипс клинер тратим на цемент из цемента мы делаем арбалетовый блок а азбест мы тратим на кирпич и его продаем то есть по факту мы получаем конечный итог это арбалетовый блок кирпич вот так положу доски и металлобработки я делаю трубы вот мы получаем 4 итогового продукта это вот такие вот теперь смотрим что из этого нужно нам то есть заходим торгового площадка продать это все распускаем сейчас сейчас смотрите заходим на доска мы посчитали уже за три линии которые вы будете перерабатывать на этом заводе мы получаем есть 30 30 штук 30 штук нет допустим возьмем среднем 21000 получаете там можете почитать сами сколько получите вы идем дальше кирпич ищем кирпич 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 у нас стоит мы получаем 50 кирпич 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 а из за 50 кирпич а мы получаем 600 тысяч приятно приятно то есть мы уже получаем лям с копейками одностetty же это за одну линию трубы и с ним трубы того бы трубы трубы у нас вот то есть мы получаем одну трубу из нее мы получаем опять же по миллион это уже 2 миллиона и арбалетовый блок мы все получаем это 750 тысяч это я вам уже показывал то есть блок вот 750 тысяч это вот то что вы можете получить конечный итог перейдем получается к трубам металлообработка смотрите на моем случае мне как видите всего лишь два завода я еще не покупал металлообработку потому что у меня на давай на верхней карте завода одна линия под металлообработку сделана то есть у меня три штуки горной обработки и одна штука под металлообработку вам также могу для начала посоветовать чтобы вы могли перерабатывать металлическую руду которая у вас будет с горной породы идти для этого примерно вам даже покажу то есть вот когда обработана горная порода вы получаете риск к руду и можете ее как-то продавать ну я вам советую перерабатывать для этого нужна одна линия которая будет там в порядке то есть там четыре линии вы из четырех линий одну линию оставляете под металлообработку все на этом закончили переходим дальше пипи пипи переходим наверно к перкам корпорации перки что вам надо основные это если у вас есть дом то можете здесь тоже типа склад увеличить транспорт добавить больше то есть людей больше это у вас уже будет открыто если у вас есть бизнес как у меня допустим то вы можете еще и бизнес прокачать и переходим главной этой корпорации это вас уже будет завод вот первое то есть изначально у вас будет один завод он ничего не стоит чтобы прокачать второй завод вы должны купить перк а перка стоит 500 тысяч чтобы третий завод купить нужно отдать . миллиона общей сумме получается 2 миллиона три завода и чертежи тут они мало стоит это то есть обработка ресурсов и добыть добыча ресурсов это вас будет перка зачем нужна эта перка перка это чтобы вы добывали ресурсы их перерабатывали первичная обработка грубо говоря а вторичная вторичная обработка нужна от этого терка дальше то нужно вам дальше понять о группировке точнее корпорации по поводу на и на торговой площадке да то есть смотрите допустим вы если торговую площадку где у меня торговая площадка торговая площадка у вас допустим вот у меня 48 доступ да я хочу и допустим продать сейчас нету такого количества да ну допустим вот нажимаете продать им у вас не встречается вот такое предложение вот видите и когда вы продадите у вас будет метка допустим на вот этот завод вы приезжаете на и завод то есть вы прием вы сначала садитесь в машину подъезжаете к метке тут у вас будет типа но можно доставлять и это сути выметать себе и едете другой завод приезжаете завод так вот делаете и здесь будет вам разгрузить загружаете и вам деньги падают вот сюда вот и все на этом думаю понятно если что-то не объяснил не сказал писать в комментариях давайте вопросы